Добрый день! У микрофона Александра Петровская. Это программа «Как тебе такое Ион Маск?». Александр Хохлов, мой соведущий, популяризатор космонавтики, член Северо-Западной Организации Федерации Космонавтики России. Александр, здравствуйте. Добрый день. Ну что, сегодня опять говорим про Иона Маска. Ищем наш вариант, аналог Иона Маска в России. Да, частная космонавтика. Поговорим о частной космонавтике сегодня. А есть о чем говорить-то? Есть, хотя все не очень радужно, но отдельные компании существуют. То есть есть в России компании, которые пытаются сделать свои сверхлегкие ракеты. Есть компании, которые делают спутники, хотя их не очень много. Есть компании, которые пытаются какие-то сервисы предоставлять, вот именно связанные с космонавтикой. Но ситуация кардинально отличается от Америки. И вот мы часто сравниваем с Иона Маска, мы сравниваем с Америкой, но ситуация кардинально отличается из-за разного подхода государства к частной космонавтике. Космонавтика – это очень дорогой бизнес, и чтобы в него войти, нужна определенная поддержка, которая есть в США, в какой-то мере есть, например, в Европе, в Китае есть какая-то поддержка. Это там частная космонавтика Китая – это очень условная частная космонавтика, очень натянутая, поскольку там государство напрямую их поддерживает, напрямую дает технологии для того, чтобы всему миру показать, что в Китае есть частная космонавтика. То есть она государственная, но подается миру, что это частная космонавтика. У нас, к сожалению, поддержка очень слаба, и это главное отличие России в этом. А в чем причина? Ну, то есть это какие-то политические моменты, технические моменты, просто убежденность в том, что строить потемкинские деревни, как вы говорите, в Китае нет смысла, а людей готовых за это взяться с учетом рисков немного и так далее. Вот надо просто вспомнить, что зачастую в России немного неправильно сравнивают частную космонавтику с государственной. Например, все вспоминают Илона Маска, SpaceX, забывая, что все производства космической техники в США — это частные компании. Просто получилось, что в России воспринимают крупные американские частные компании, которые давно в бизнесе, как государственные. Они не государственные. Это Boeing, Lockheed Martin и другие корпорации. Это просто очень старые, большие, уже забюрократизированные корпорации, которые в России думают, что они государственные. Нет, они частные. И они просто всегда были подрядчиками NASA. И просто в США в последние десятилетия поменялся подход. Они стали выращивать новые компании для того, чтобы побороть монополизм тех старых компаний, которые были на заре космонавтики. И более того, там в Америке происходило слияние. То есть, когда космонавтика появилась, были различные авиационные компании, которые начали заниматься космической техникой, ракетной техникой. А дальше они начали сливаться, особенно когда программа «Аполлон» закончилась. Очень многие компании, которые занимались программой «Аполлон», они оказались без денег, оказались банкротами. И в итоге одни компании стали поглощать другие компании. Этот процесс продолжался. И стали такие огромные монстры, корпорации монстры, которые были подрядчиками Пентагона или NASA по космической технике. Но они все равно частные остаются, хотя они не такие монстры. И вот в Америке пошла новая тенденция появления новых частных компаний, которые также финансировались государством. Вот тот же SpaceX. То есть, государство его вырастило, чтобы сделать конкуренцию тем монополистам, которые сформировались на рынке до этого. А в России у нас изначально все-таки был государственный космос. И даже когда руководил Советский Союз, появилась Россия, то многие крупные предприятия, которые работали под министерствами в Советском Союзе по производству космонавтики, они оставались государственными, стали вгупами, и ими управляло Росимущество. А Роскосмос, именно Федеральное космическое агентство, оно как бы заказывало у них технику, отчасти руководило ими, но они были в собственности Росимущества. Когда у нас появилась госкорпорация, пошла реформа Роскосмоса, появилась госкорпорация вместо Федерального космического агентства, то все предприятия Росимущества стали акционировать и передавать ее госкорпорации. И в итоге у нас появилась крупная организация, в которую входит много предприятий, которые раньше были государственными, теперь не акционирование общества, но у госкорпорации. И именно госкорпорации определяют, что они будут делать, они формируют федеральную космическую программу, получают финансирование от государства и все это выполняют. И вот у этой госкорпорации нет никаких мотивов, никакого резона выращивать новые компании, которые будут ему конкурентами. Это взять, например, корпорацию Boeing в США и сказать ей, давайте выращивайте себе конкурентов. Boeing не будет выращивать себе конкурентов, она будет бороться с конкуренцией для того, чтобы как можно больше заказов получать себе. Теперь получается, что госкорпорация Роскосмос, она не имеет никаких мотивов по выращиванию себе конкурентов в виде частных космических компаний. Вот такая ситуация сложилась, не все просто ее понимают. Ну то есть фактически инфраструктурная история, то есть так выстроены там все субъекты этого процесса и их хозяйственная деятельность, что просто не складывается поле для возникновения стартапов и их поддержки. Но все-таки то, что это так выстроено, это же выстроилось не само собой, с учетом того, что это государственная корпорация. Это же есть какая-то политическая установка или воля сверху, или неосознанно отдали все вожжи в одни руки? Я думаю, что правительство России, президент России не до конца понимает эту ситуацию, то есть некому их корректно им объяснить. И они просто не были замотивированы в возникновении таких вот новых фирм. Ну из Сирии в Советском Союзе же без всякой частной космонавтики Гагарина в космос отправили. Ну вот у нас бывают такие моменты, как например там S7, да, авиационная компания, ей поручили стать еще и космической компанией, да, S7 Space. Им отдали морской старт. Причем это вот так получилось, что они купили у РКК «Энергия», у государственной организации в составе Роскосмоса, купили морской старт, вот, чтобы вывезти его, значит, из Америки и так далее. Вывезли его, и теперь он стоит на Дальнем Востоке. У нас есть как бы частная космическая компания, но космодром стоит, нужны миллиарды рублей, чтобы его отремонтировать. Нужна ракета, которой нет, и сейчас вот это S7 Space, они делают сверхлегкую ракету, чуть ли не кустарным образом. Непонятно, какое у нее будущее, непонятно, какое будущее у морского старта, я бы, если честно, сделал бы его музеем, если честно. Этот космодром «Морской старт» я бы сделал бы его музеем, поставил бы его во Владивостоке, чтобы люди смотрели как бы воспоминания о международной кооперации, о том, как Норвегия, Украина, Россия и США делали морской старт и отправляли коммерческие спутники с помощью коммерческой ракеты с экватора на орбиту. Вот был бы такой красивый музей, а они еще надеются где-то найти эти миллиарды, чтобы его реконструировать. Ну, с другой стороны, это же хорошо, вот сами говорите, никто не хочет, не может, не вкладывает. Они пока надеются, это некая перспектива на будущее. А если бы уже музеем сделали, мы бы с вами понимали, что и здесь пути к частной космонавтике отрезаны. Ну да, а остальные, получается, компании, у нас есть компании, которые делают спутники, то есть это совершенно маленькое количество компаний, и можно так вспомнить историю, что была такая компания «Даурия», которая закрылась, например, осталась компания «Спутникс». И есть еще какие-то мелкие компании, которые делают зачастую какие-то элементы для спутников, в том числе для государственных спутников. То есть это такой мелкий бизнес. В чем проблема? В том, что космос — это большие риски. Это очень долгий срок отбития инвестиций, большие риски, и в России нет таких инвесторов, которые готовы были бы столько денег практически пожертвовать для развития технологий в России. Был пример космокурс компании, которая должна была сделать ракету небольшую и сделать капсулу для суббритального туризма. Этот космокурс должен был быть таким конкурентом Blue Origin, американской компании, или Virgin Galactic, это британско-американская компания. И там был инвестор, который вкладывал несколько лет деньги, порядка семи лет они вкладывали деньги какие-то, и компания закрывается уже. То есть они поняли, что не смогут сделать ни ракету, ни сделать космодром, и вот были новости, что космокурс закрывается, не пошло. Но это не проблема недостатка технологий и знаний, это проблема недостатка денег, финансирования. Это общеструктурная проблема. То есть дело не только в деньгах, в те структуры. Космокурсу дали денег, ничего не получилось, да? Другим компаниям не дали денег, ничего не получилось. Кого-то закрыли специально. Вот, фактически, даурию почти специально закрыли. то есть там сложная история. В России не выстроена вся структура для развития частных компаний экономических, для появления Лалы Маска нужно начинать работу в Государственной Думе, принимать законы, которые будут стимулировать и открывать прямые дороги, ровно все то, что произошло в Америке. Многие не до конца знают, какова история появления так называемого New Space, новой частной актуальностики в Америке. Это очень большая законодательная работа на уровне Конгресса, Сената и президента США. Они провели многолетнюю работу для того, чтобы всю структуру подстроить для появления частных компаний, чтобы частная компания могла отправить частные космические корабли на орбиту, выполняя все юридические моменты. То есть это очень сложная законотворческая работа. В России она до сих пор не проведена. Ну что, на этом, друзья, сворачиваемся. Вопросы о частной космонавтике в России и о перспективах открыты, закрыты в одну и ту же минуту фактически. Но если серьезно, то есть будущее сейчас обсуждать бессмысленно, пока мы не увидим старт законотворческой деятельности. Должны идти параллельные процессы. То есть должна идти законотворческая деятельность для принятия законов. Такие попытки были, но они погасли. Это нужно менять. А например какие? Значит, предыдущий созыв в Госдуму, там поднимался к депутатами вопрос нового закона о космической деятельности. Закон был очень сырой. То есть при всем моем уважении к попытке ситуацию изменить и внедрить какие-то частные моменты по космонавтике, чтобы можно было развивать, он был очень сырой. И требуется очень большое обсуждение. Требуется наличие частных компаний, которые бы участвовали в обсуждении этого закона. Как без них решить? То есть они должны столкнуться с какими-то трудностями, чтобы эти трудности были обозначены в документах на уровне государственных законов. Поэтому должно идти параллельно. То есть депутаты должны принимать законы, прощающие частную космонавтику. Частная космонавтика должна пытаться развиваться на той базе, которая есть. И государство должно вкладывать. И сейчас нужно вкладывать студентов, то есть проводить конкурсы по выращиванию новых компаний по производству спутников, по эксплуатации спутников, по разработке сверхлегких ракет именно на уровне студентов. Дальше эти студенты подрастают, становятся сотрудниками или основой своей стартапы. В этот момент идет законодательская деятельность. Государство вкладывает деньги в этих студентов, вкладывает деньги в те компании, которые уже есть, проводит конкурсы. Все должно быть на конкурсной основе. Дальше подтягиваются инвесторы, когда они видят, что результат есть, и государство заинтересовано. То есть это не госкорпорация Роскосмос должна делать, а должно делать государство какими-то самими другими структурами. Там правительственными структурами, какими-то фондами развития. Есть же фонды развития. Вот фонды развития должны в это вкладываться. И вот эта вся широкомасштабная работа должна кем-то координироваться и привести к тому, что появятся люди, которые в будущем, не завтра, а послезавтра смогут стать российскими Илонами Масками. Сколько на это нужно времени, кстати? Я думаю, десятилетия на эту предварительную работу, чтобы вырастить студентов-школьников, чтобы изменить законы, сделать субстрат для появления новых частных компаний, дать им заказы 10 лет, не раньше. Ну, много же, и все равно таких компаний не будет. Ну, тоже Илон Маск в Соединенных Штатах, ну, такой широко известный, один, но да, вы там вспоминаете отдельные компании, которые... Blue Origin и так далее. Да, но сколько, но все равно, да, это не ритейл. Их много, это не ритейл, но их много, то есть их десятки. Надо просто вспомнить, что в России, когда проводится какой-нибудь конкурс государственный, там обычно один участник и один-два, вот как-то так вот. Например, там тоже Космокурс, перед тем, как его закрыл, как он стал закрываться, он поучаствовал, значит, в государственном конкурсе на создание ракеты Амур-СПГ. То есть он как бы, мы понимаем, что это так себе, но он поучаствовал в конкурсе, то есть был второй игрок, соответственно, конкурс он, конечно же, проиграл, а дальше, соответственно, он еще и закрылся. Вот, в Америке в конкурсах участвуют реально там 3, 4, 5, 6, 10 компаний, все, которые имеют сотрудников, опыт, технику, производство, наработки, кто-то уже в космос летал. То есть у них есть частные компании, их много. Можно сравнивать как бы, да, вот с продажами и так далее, но их много, ну их правда много, просто они не на слуху, это как-то эффект Илона Маска, что он на слуху. У них есть много конкурентов, ну вот просто они делают свое дело, делают двигатели, делают ракеты, делают спутники, делают аппаратуру для, значит, каких-нибудь марсоходов, но они не на слуху просто. Еще такой вопрос. Все-таки, опять же, с учетом того, что вы говорите, что это огромные бюджеты, бюджеты, которые без государственной поддержки, ну как бы трудно потянуть там даже просто с инвесторами. Насколько это выгодный бизнес? Ну, то есть понятно, что можно там делать какие-нибудь пластмассовые нашлепочки на что-нибудь для МКС, это, наверное, выгодно, вряд ли супер рискованно. А вот если мы говорим о таком, ну вот, как создании ракет, то есть таком вот космическом стартапе, который ассоциируется у нас с реальным космосом? Это выгодно, конечно, выгодно. Тут надо просто понимать, что есть разные заказчики, да, и опять-таки разберем SpaceX, вспомним, что там, где касается коммерческих заказчиков, они демпингуют, снижают цены, чтобы побить всех конкурентов. Но при этом они получают деньги от дорогих государственных контрактов НАСА и от государственных контрактов Пентагона на запуск каких-то военных спутников. И там совсем другие стоимости. То есть получается, что SpaceX дешево запускает коммерческие спутники и очень дорого запускает государственные спутники. То есть получается, что в России нужно создать нечто подобное. Государство должно не только поддержать на рождении компании, не только денег на разработку чего-то. Это государство должно дать заказы. То есть надо понимать, что вот когда делают частники, у них, например, там, если они делают сверхлегкую ракету, у них, например, будут заказы на запуск метеоракет. То есть государство должно дать такой заказ, что вот до того, как они выйдут до космоса, сначала это, например, метеоракеты, которые просто взлетают на 100 километров, и там стоят приборы, кто спускает какой-то аппаратик на парашюте и используется для прогнозов погоды, как это было в советское время. То есть государство должно дать. Вот слово как бы «никто никому ничего не должен», да, можем иметь в виду, но здесь получается, что «должно». Иначе все эти слова о российской белой маске не имеют никакого значения, да, потому что Китай, да, вот мы скажем, что Китай, да, вот Китай государство просто огромное средство вкладывает в то, чтобы вот показать всему миру, что у нас есть частная космонавтика, хотя мы понимаем, что это все равно наработки государственных корпораций китайских, которые занимаются космонавтикой, и они просто вот идут частником в кавычках. А вообще, на самом деле, может быть, нам и не нужен Илон Маск, но зачем? Зачем сейчас как бы вот вся эта огромная работа, о которой вы говорите, там, десятки лет, чтобы вырастить, значит, взрастить, сделать конкурентов Роскосмосу, потратить на это деньги, дать заказы? Ну, в общем, государство, может, чем-то другим будет заниматься. Зачем нам это? Ответ очень простой. Сейчас я поясню. Вот одной из важнейших моментов, почему, например, НАСА это стало делать в Америке. Дело в том, что те организации, которые у нас есть, космические, они складывались исторически очень долго. Там очень большая забюрократизированность, бюрократия, бумаги, сложные структуры. Эти структуры неэффективны. Проявить внутреннюю реформу очень тяжело, поскольку все сотрудники, они там работали долгое время, научить их работать по-новому трудно. Намного проще взять людей, которые работали в более эффективных частных компаниях с настоящим, а не эфемерным электронным документооборотом, с новыми подходами, с большей эффективностью. Но это правда. Я сравниваю с частными компаниями современные, российские и государственные компании. Радость в эффективности просто огромная. И вот мы просто берем что-то из той продукции, которая делалась государственными компаниями, и это все ставим на новые рельсы. Мы получаем ту эффективность, с которой мы будем хоть немного конкурентоспособными. Здесь же идет разговор о конкурентоспособности, что мы уже проиграли SpaceX, космическую гонку, хоть в будущем, хоть какой-то шанс иметь. Ну, конечно же, можно просто закрыть космонавтику. Конечно, можно остаться на прагматичном космосе, запускать только военные спутники, там, ДЗЗ, то, что нам нужно для ракетного обнаружения, вот, там, ГЛОНАСС. То есть самые-самые прагматичные вещи, которые нужны для обычной жизни государства. То есть мы без космонавтики мы не можем. То есть конец космонавтики российской – это конец России. Можем признать честно, потому что без этих сервисов мы не можем. Но мы просто можем сказать, что у нас нет денег, нам не нужна пилосферная космонавтика, нам не нужен Илон Маск, мы будем платить только вот за те прагматичные задачи, которые нужны государству для работы его экономики, Министерства обороны и немножечко науки, чуть-чуть совсем. И все, и все мы отостановим. Но это же деградация. То есть мы все понимаем, что в современном мире… А может быть, наоборот, современный мир – глобальная деревня, в котором не нужно каждому свою национальную космическую программу, как это было во времена железного занавеса, когда нужно было соревноваться. А теперь можно объединяться, и у Иона Маска есть вот это, или у нас есть вот это, у кого-то есть, у китайцев есть это, и все. Здесь второй ответ. Я полностью согласен. Современный мир – он глобализирован, и должно быть разделение труда. Без этого уже никак, но должно быть. Но здесь я процесирую радиоведущего с одной государственной радиостанцией, где я был в эфире, когда он сказал, что когда враг на границах, Россия не может себе позволить, не имея своей космонавтики. Вот это ответ России. То есть сама политика России, ее изоляционизм, попытка сделать железный занавес номер два, она приводит к тому, что России приходится все делать самой. Мы теряем партнеров, да? Мы сейчас можем потерять партнеров не только в частной космонавтике, а потерять партнеров в государственной космонавтике. Но ведь и они от нас зависит. Я, опять же, сейчас скажу, возможно, глупость. Вы меня поправьте, заранее приношу свои извинения. Но когда речь идет про все вот эти санкции, я часто слышу, ну санкции, санкции, но вот все, что связано с космической отраслью, санкции не касаются обычно. И как бы потому, что это такая область, в которой мы нужны миру, и наши достижения нужны миру, и их не будут включать в какие-то санкционные списки. Я, может быть, глупость говорю, но вот у меня откуда-то такая вот убежденность есть. Тут можно так грустно сказать, это такой факт, что вот вся эта позиция была обнулена 12 апреля этого года, когда мы праздновали 60-летие полета нашего космонавта Юрия Гагарина на закрытой встрече президента Путина. Мы обнулили вот все эти моменты. Когда наши партнеры по МКС, НАСА, ЕКО, Европейское космическое агентство, Американская администрация аэрокосмическая, вдруг из новостей узнали, что Россия выходит из проекта МКС, в этот момент мы обнулили всю потребность у нас. Сейчас, например, в США реально рассматривается, как можно заменить российский сегмент. Потому что мы обнулили все то, что вы сейчас сказали. Да, то есть шла речь, что научный космос МКС — это вне политики, вне санкций. И так было. Но сейчас Россия вдруг внезапно обозначила, что будет создавать свою станцию, и мы об этом еще поговорим. Вот. И теперь мы уже совсем неблагодежный партнер. Представляете, вопрос космического сотрудничества, вместо того, чтобы его обсудить и дальше вынести на СМИ, у нас просто это заявили СМИ без обсуждения с партнерами. Это очень некрасиво. И позиция, что космос вне политики, она практически получила брешь, такую торпеду в бок. Вот. И теперь очень сложно об этом говорить. Ну что, не хочется мне заканчивать на такой ноте, но, тем не менее, время наше сегодня закончилось. Грустно как-то вышло у нас сегодня с вами очень. Хочется верить, что еще договоримся, еще что-то исправим. И если политическая воля на это нужна, то она, соответственно, появится для создания вот того поля, плацдарма, чтобы вырастить конкурентную среду и развивать нашу космонавтику. Александр Хохлов, популяризатор космонавтики, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России, сегодня был с нами. Спасибо. 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 До свидания. Спасибо.